Вот я прилетел в Германию, шеф как всегда опаздывает, вот мои все вещи, не знаю, что я буду делать вообще, что-то придумал, приключение начинается, офигеть, да, как же так меня угораздило. Тут ходил-ходил, короче, нашел станцию Мир, что она тут творит, я не знаю, короче, вот она там стоит, вот это да. Первый день я в Германии, вот уже познакомился с пацанами, вот мои друзья, это Польша, это все Польша, короче, все нормально вообще у меня здесь. Единственное, да хуя народу живет, очень много народу живет в квартире, вот это меня напрягает на самом деле. Тут есть Румыни, Румыни, Булгария, Булгария, Турки, все, и Марчин, короче, есть один поляк, который научился разговаривать за два года по-русски, и он хорошо разговаривает по-русски. Марчин, это же календарь? Марчин, иди сюда, дай интервью. Нет, скажи что-нибудь. Давай, говори. Я тебе скажу, я тебе дарю календарь. Спасибо. Этого года, этого месяца. Ты не против то, что ты будешь на Ютьюбе? Нет, я не против. Все нормально. Я согласен, я все время на Ютьюбе. Ясно. Маден крэзи. Окей, ну и вот. Страна нормальная вроде бы? Живой неплохо, да? Попили недавно в Балантаймсе. Сейчас идем погулять. В воскресенье, к сожалению, ничего не работает здесь в Германии. Ну ничего. А, есть заправки еще, помимо просто магазинов. Можно там купить еще что-нибудь. Зашел, короче, в кебабную. Заказал покушать. Я не ожидал, что такое принесут. Это вот кебаб за 3,50. Я не знаю, хрен его всем, но я... Кебаб маленький бывает. Я заказал, помимо этого, картошки. Ну, короче, пацаны заказали кебаб другой. Он как... Как он называется? Кентен. Не, у тебя как? Донбасс. Короче, вот такая гора. Вот она. Это вообще обалдеть. Это пиздец. Хрен, я съем. Я вообще, если съем, я отсюда не уйду. Это капец какой-то.